Добрый день, милые леди! С вами снова Елена Володина и сегодня мы продолжаем одевать нашу красотку. У нее есть вот такое платье, такая модель с карманами, с подрезом под грудью, который нам подходит под нашу фигуру с завязочками, которые сзади завязываются. Но здесь не очень удачно выбрана ткань, и когда очень жарко, лето у нас очень жаркое, 30 с лишним градусов, то ткань становится, что с ней становится. Когда человек потеет, то мокрая, да, и это все видно, то есть ходить неприлично в таком. Поэтому мы решили пошить такое же платье, но и с другой тканью. Вот такую красивую ткань выбирала наша модель. И сейчас мы с вами проведем пример. Мы решили убрать карманы, чтобы здесь ничего не оттопыривалось. Мы решили, поскольку это модель классическая, убрать завязочки. Все остальное мы оставляем и мы добавляем сзади шлицу для свободы движения. Сейчас мы отрегулируем длину, которая подойдет для ношения на каблуке, поскольку такая длина нам не подходит. Это слишком длинно. Да? Да, согласна. Но наша девушка встречается с клиентами, ходит в серьезные места, поэтому слишком короткое платье нам не подходит. То есть это середина колена, может быть чуть-чуть выше колена. И сейчас мы посмотрим, какая длина будет лучше. Поворачиваемся. Сейчас мы поэкспериментируем. Да, еще мы наведем руку. Может, портфельментируем, чтобы она не будет оттопыриваться? Ну, что ж. Так, смотри. Ну да, наверное, портфельментируем. Можно... Не надо. Короче. Нет? Тедмайер, короче. Нет. Все-таки нам уже больше, чем 20 лет, и совсем короткое платье нам не подходит. Ну, оно будет для работы, ты права, я работаю с клиентами, если я буду делать еще так, это нейтральная высота такая. Если мы делаем, например, вот так, что-то уже не тёпло. За счет талии, она тоже хорошо смотрится. Или вот так? Ну, вот так уже как бы оптимально. Мне вот так больше, честно говоря, нравится. По-моему, вот эта твоя длина. Да. То есть слишком поднятая... Поднятая хруль получается визуально, а потом меньше, не пошла отнимая, да? Ну, оптимально для того, чтобы... Отлично. По ширине. Отлично. Ничего убирать не надо. Не надо. Мы можем здесь немножко заумить. Не, не надо заумить. Так, как надо нашей модели. Так. У нас будет такой маленький рукавчик. Чё, ну, без рукава вроде неплохо, он без рукава. Ну, всё-таки, если ходить на встречи с клиентами, то лучше, чтобы был маленький рукав. Ну, надо блячо прикрыто. Вроде бы и нету, но он есть. У меня очень встреча хорошая. Поворачиваемся. Куда? Сюда, ко мне. Ну, неплохатная, да? Да, такая очень красивая. Хорошо, я не знаю. А, ну, конечно, с этим уже вообще не смотрится. С рукавом она смотрится как? Да, Ирина. Серьёзное платье. Да. Да, и за счёт того, что мы убрали завязки и карманы, оно смотрится как классическое платье, которое можно носить навстречу, на какое-то мероприятие. Ну, как? Тебе нравится очень? Я вот думаю, может, какой-то пижак жёлтый. Даже у нашей модели есть сумка, которая подходит под платье. Она уже полностью готова. И ещё я предлагаю рассмотреть вариант, если сделать однотонное платье, поскольку, ну, как бы это платье яркое. Если у нас какое-то серьёзное место, какая-то серьёзная организация, то туда лучше ходить в более сдержанных нарядах. Мы сейчас посмотрим, если сделать обычное прямое маленькое платье, однотонное. Как оно подойдёт или не подойдёт в нашей модели. Вот. Сейчас мы сделаем примерно такую же длину, которая нам подходит. Свернусь, пожалуйста. Подойдём калу. И мы можем точно так же сделать подрез под грудью. И здесь атласную вставку сделать, чтобы акцентировать грудь. Здесь мы можем добавить складочки, чтобы подчеркнуть акцент. Где будем делать талию? А талию мы вскроем атласной вставкой, которую можно будет также дополнительно расшить бисером или добавить какие-то декоративные элементы. И на талии мы вообще не будем делать акцент. Вот. Мы сделаем акцент на груди. Как тебе такой вариант? Тоже, в принципе, отличный вариант. Можно будет рассмотреть. Ну, вот такая у нас примерка. Спасибо за внимание. С вами была Елена Болотина.